Отрабатывают сценарии чрезвычайных ситуаций в Сургутском районе. Энергетики готовятся к зиме. Занимаются ремонтом оборудования, а еще проводят учения. Аварийное отключение электроэнергии в сильные морозы – не редкость для садоводов и огородников. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Победит один КТПН-1003. Отключили в одной автоматом 4, ВР-04 и ВН. Ждем дальнейших указаний. По легенде, из строя вышла одна из шести трансформаторных подстанций, питающих два крупнейших кооператива Сургутского района. Без электроэнергии остались около 4 тысяч домов. Энергетики прибывают на ЧП в считанные минуты. С собой привезли дизельную электростанцию. А чтобы ее транспортировать, понадобился КАМАЗ. Чтобы предоставить жителям альтернативный источник света и тепла, ушло около двух часов. Это не просто тренировка, а подготовка к зимним неприятностям. Проверяют скорость и умение работать в экстремальных условиях. Но чтобы решить проблему с электроэнергией полностью, необходимо построить новую подстанцию. Сети изношены. Им десятки лет. Уже не справляются с повышенной нагрузкой. Это первое такое учение. Я хочу сказать, что мы очень рады, что такая компания пришла на территорию Сургутского района. И она решит вопрос электроснабжения. Вот именно жителей победит один. Особенно нас беспокоит победит два. Потому что, вы знаете, это кооператив «Панкрот». И зимой очень часто у нас происходит отключение. И компании вынуждены подключать веерную. В рамках реализации инвестиционной программы энергетики в прошлом году заменили трансформаторные подстанции на современные электроустановки. Тем самым увеличили мощности. Установили новые КТПН, большие мощности. Перевели нагрузки потребителей на эти КТПН. В следующем году планируется реконструкция сетей. Кроме того, в этом году начато строительство подстанции победит. На въезде победит 2,35 на 6 кВт. Новая подстанция значительно улучшит качество и надежность электроснабжения в домах дачников. Позволит напитывать бесперебойно свыше 6 тысяч жилых построек. Всего на территории Сургутского района сейчас расположен 31 дачный кооператив с электрическими сетями. Энергетиками ведется работа следующая. Помимо текущего ремонта и обслуживания сетей проводятся мероприятия по увеличению пропускной способности электрических сетей, реконструкции и модернизации тахарматорных подстанций. Особое внимание дачным кооперативам, где чаще всего происходят аварийные отключения. Там в первую очередь ремонтируют и меняют старое оборудование на новое. Все запланированные работы ведутся согласно графику. Готовность на сегодня составляет 30%. Анастасия Борзилова, Светлана Круковская, Рашид Латыпов, Вести Югоря, Сургутский район.